всем добрый день друзья с вами юга и это пояснение по поводу наследия традиции волшебника и волшебницы чтобы расставить все точки над и чтобы было понимание чтобы вы сами пришли к тому что есть и не терялись догадках все то что вы хотели узнать спросить в этом будет видео оно будет короткое и в целом я его постараюсь сделать достаточно информативным а пруфы будут ссылкой на мой вчерашний стрим итак наследие играбельно ли оно ответ однозначно да после аппа который нам завезли в эту среду все равно я не понимаю почему нельзя было делать сделать это сразу у нас увеличились иксы и волшебник и волшебница стали я по различным своим навыкам очень сильно минимизировать наследие соответственно самое главное различие это в пассивке мощь элементального потока в виза это два телепорта скилл телепорт скилл продолжается комбо у волшебницы скилл мобильное уклонение скилл продолжается комбо комбо как основной источник дамага запомнили замечательно это все единственное различие которое еще есть еще одно очень странное различие к чему я понять не могу у волшебника блочится метеорит в прокасте комбы я его заблочу чтобы допустим юзать из стойки с быстрых слотов у волшебницы нет почему не знаю теперь по дамагу и вообще как можно играть наследиями зачем не выиграть если есть пробуждение вчера было очень серьезных тяжелых 6 часов которые мне очень тяжело долезть чисто физически я в прямом смысле этого слова у меня полностью рука запустя за четыре года как бы переучивалась к абсолютно новым комбинациям это здорово это классно но в то же время есть определенные минусы которые мне не понравились во первых все еще тоже сочетание скиллов и самый главный момент чтобы выдавать дамаг чтобы выдавать скорость и должен комбинировать все свои скиллы это все также прописано в пассивке это интересное это здорово но посмотреть как где но в каких ситуациях это здорово единственный спот который показал я тестировал три вчера спота это на креон гистри и к зарке подводку не тестировал потому что я просто физически ну то есть я не по атаке туда не подхожу у меня получается сейчас на персонажа 262 атаки нужно еще три атаки чтобы достичь предела величия чтобы у меня уже был нормальный бонус у меня сейчас его нет к сожалению это проблема достиг будут достигаются на точке бс и соответственно замена еще одной сережки хотя по моему даже точке дс мне бы ну бс а black star хватило бы но и как говорится бегаем с тем что имеем вполне сейчас у нас идет неплохой неплохой эффект величия допустим плюс 101 атаки и что из этого в принципе вышло это влияет очень сильно не знаю как непосредственно сами сферы влияют на это но вот честно говоря по ощущениям это была просто атака конкретная атака с первой стойки никаким там боком сферы дико не влияли я может быть какие-то статы со сферы типа урон по всем расам там передается как допустим с той же каранда или других сфер но честно сказать я заметил плюс-минус минимальную разницу если бы не было максимальный тест вчера произошел в анакрионе это спот который для меня сейчас актуальная по своей пробужденной атаке соответственно я вчера на этом споте вынес ну грубо говоря я выношу в на в атаке пробужденным на своем верхнем спуте что допустим семь с половиной тысяч восемь тысяч это очень много юзая всего там три-четыре скала в комбе причем самых простых и последовательных не напрягаюсь абсолютно могу так просто 9 часов за час юзая я дополнительно бальзама храбрости я вынес 6000 тем ок ровно можно сказать вот там реально 6000 тем ок за час и честно сказать физически я не устал но скорее всего это было связано с тем что постоянно переключать но уже к тому допустим пятому часу игры в наследие я уходил наследие пробуждения то есть вот так тестировал еще раз повторяюсь ссылкой на проф и будет ссылкой на стрим под этим видео пройдите посмотрите прощелкайте в основные моменты но почему же ты говорю ну типа по цифрам то явно хуже а ведь есть еще юга сын вена это корейский форум кто не знает вам подсказываю тоже могу пруфануть посылочку на вичку с тоже 261 атаки на этом посчитал по алхимке который она использует за вычетом она допустим у нее там оставалось грубо говоря 40 миллионов чествнуть лута не считая она на к зарках фармила это вичка корейская самый главный посыл видео что можно фармить в наследие с 261 атаки вполне неплохо четыре с половиной тысячи тема под синим свитком на к зарках можно вполне не спорю комфортно сам решай знай ротацию спотов знай как подводить как соответственно пулить будет тебе счастье в принципе как и на любом споте я лично для себя сейчас понял одну вещь вот та которая мне стало понятно наследие отличные отличное наследие наступает когда у тебя минимум 269 атаки когда ты уже добираешься до предела до этого предела величия где по плюс 131 у тебя 135 атаки еще дополнительно и тогда комфортно вообще в плане даже банального фарма тебе становится хорошо тебе это заходит ты красавчик ты всех убиваешь огнево огонь круто более низкая атака мне не понравилось более низкая атака допустим я буду рассматривать предел 180 атаки даже сам новичок ему тоже зайдет наследие оно неплохое оно сейчас вполне годно в пвп другой момент пвп соответственно тебе тут нужно уже совершенно по-другому свою игру перестраивать потому что у тебя как у виза как у вички нет захвата нет блока нет голема который дополнительно подстанет у тебя дополнительно нет сопротивления которые ты получаешь от скиллов в общем в принципе это абсолютнейший другой геймплей но сейчас конкретно сейчас мысль наследие вполне годная если вы хотите что-то испытать новое для себя смело можете юзать наследие и формить нём мили пвпши цели формить вы можете приходить ко мне на стрим говорить юга ну смотри как я научился смотри ну басты вот так не умеешь а я умею я буду очень рад как ну то есть если вы со мной поделитесь тем что вы еще также прочувствовали в нем еще и скорее всего сегодня на стриме запилю такой донат гол интересный нити просто интересно поддержка к моего комьюнити вообще если она на небольшие так ну то есть на какую-то сумму соответственно будет месяц игры в наследие месяц игры в пробуждение давайте такой интерактивчик если желание поддержать приходите на стрим соответственно голосуйте как как вам больше понравится и честно сказать мне для меня еще раз повторю наследие немножечко еще мучения вот не дикая мотивация сейчас снова сломать все на кроны и потыкать бс на 19 потому что но впечатление хорошее я как и сказал к сожалению былым фейлом завести наследие изначально неделю назад не апнутая я говорю логики я не понимаю вот сих пор не понимаю зачем вот зачем но главное сейчас она работает подведя итоги на стриме будет голосовал к донатная сразу предупреждаю можете прийти поддержать ваше решение наследие играбельное предел атаки самый для меня оптимальный которую я сказал на хайлевле это 269 265 вот там прям замечательно там вы можете действительно создать какой-то импакт на фарме и да и пвп в том числе подписывайтесь на канал делитесь этим видео говорить заговорите что наследие не так плохо но она все-таки так или иначе терпит дра будет мне кажется все еще доработано а с вами был юга подписывайтесь как я еще сказал на канал не теряйтесь самое главное заходите на стримы там у нас весело там у нас здорово ламповые очень очень мило всех люблю всех обнимаю и до связи пока пока и эта кнопка остановить